Сегодня на моем канале мастер-класс «Ботанический барельеф. Русская березка». Ботанический барельеф – относительно новый вид творчества. И это творчество не требует специального оборудования и дорогостоящих инструментов, как, например, этого требует мое занятие фьюзингом стекла. В этом видео я расскажу, что нужно для ботанического барельефа, и покажу, что это совсем не сложно. И, как мне кажется, по силам любому человеку. Даже если этот человек считает, что руки его растут откуда-то не оттуда. Для начала требуется вдохновение, которое черпаем в природе. С березами у нас проблем нет, они повсюду, и черпаем мы не только вдохновение, но и кусочек самой березы. Нам тоже понадобятся листики и сережки. Несем все это домой и за работу. Для начала нам понадобится глина. Глина продается в магазинах для творчества. Она бывает в порошке или уже в готовом сыром виде. Если вам достался порошок, разведите его водой и доведите до пластичного состояния. Я храню глину в пакетиках, потому что ее можно использовать повторно. Есть одна хитрость. Глина липнет ко всему подряд, но она не липнет к сырой тряпке. Поэтому нам понадобится первая попавшаяся ненужная тряпка. Ее мочим, кладем на нее глину, накрываем этой же тряпкой и раскатываем скалкой. Нам нужно добиться ровного, однородного пласта, который будет толщиной не меньше одного сантиметра. Больше можно, но меньше не нужно, потому что тогда растения могут продырявить этот слой глины, пройти его насквозь. Но нужно получить пласт достаточной ширины и высоты. Я помогаю получить этот ровный пласт всякими подручными инструментами. Например, взяла просто линейку и разравниваю этот пласт глины и примериваю к нему раму будущей картины. Я придумала этот способ и он мне очень понравился. Использовать сразу раму и заливать гипс в нее. Да, второй материал, который понадобится, это будет гипс. Я заливаю гипс в эту раму и картина сразу получается в раме. Это очень удобно. Мне нужно получить такой величины этот пласт, чтобы рама вдавилась в этот пласт и не осталось никаких зазоров. Вынимаем раму, а ее я купила в Ашане. Это недорогая рамка. И если не хватает глины, то выступающие части можно отрезать, прилепить и использовать тоже. Вот таким образом снова накрываем. Стараемся делать так, чтобы не оставалось никаких складочек, иначе они будут отпечатываться. Нужно, чтобы тряпочка сверху ложилась ровно. Можно помочь разровнять себе пальцами или кисточкой, смоченной в воде. И когда уже получился ровный пласт глины, нужно приложить рамку и, как следует, вдавить пальцами. Можно подстучать молоточком, если силы пальцев не хватает. И посмотреть, не осталось ли зазоров. Потому что сейчас мы будем сначала впечатывать сюда растение, потом растение вынем и в отпечатке растений будем заливать гипс. И он не должен вылиться из этой рамы. березу, которую мы принесли с улицы. Я ее принесла из парка. Раскладываем на глине. Я оторвала все лишнее, что мне не нужно. Если какие-то листочки или сережки здесь оказались лишними или веточки, их нужно удалить. И ровненько-ровненько приложить все сережечки и листочки так, как мы хотим, чтобы потом выглядело это на нашей будущей картине, на нашем ботаническом барельефе. Аккуратненько вдавливаем пальцами. И затем можно помочь еще этому процессу другими вспомогательными предметами. Если мы хотим получить отпечатки поглубже, то можно их вдавить побольше. Когда все вдавлено, нужно аккуратненько эти растения вынуть. Глина не должна быть слишком жидкой. Иначе отпечаток не будет ровный. И теперь мы разводим гипс. Гипс продается в любых хозяйственных магазинах. Главное правило – всыпать гипс в воду, а не наоборот. Как правило, его разводят в соотношении две части гипса и одна часть воды. Все это написано обычно на упаковке. Нужно как следует размешать, так, чтобы не осталось комочков. И очень быстро залить. Через полчаса картина уже будет готова. Гипс застывает очень быстро. Не надо об этом забывать. Отделяем все от тряпки и снимаем. Это мой любимый момент. Глину. Получается вот такой слепок. Глину опять складываем и убираем в пакетики. Ее можно будет использовать еще раз. Главное, чтобы она не засохла в этих пакетиках. Дальше вся картина должна просохнуть как следует примерно неделю. Хотя можно, конечно, и по мокрой штукатурке рисовать. Теперь кто что хочет, фантазия не ограничивает нас. Кому что больше нравится. Я взяла акриловую краску. Это бронзовый металлик. И ей создам сначала небольшой фон. Затемню. Но, в принципе, можно же оставить и прям так. Просто покрасить немножечко белой акриловой краской или даже из какого-то пульверизатора краской покрасить. А можно и вообще не красить. Покрасить только раму. Словом, тут на вкус и цвет все фломастеры разные. Кому что больше нравится. Но мне очень нравится рисовать и вообще красить. Хотя бы заборы тоже с большим удовольствием покрашу. В общем, люблю я работать с краской. Поэтому я не могу отказать себе в удовольствии и немножко не покрасить эту картину. С выступающих частей я просто водичкой удаляю эту темную краску. Потому что из темной краски у меня будут тени. Акриловая краска хороша тем, что она очень быстро сохнет. Поэтому не нужно ждать, а можно сразу продолжать работать. Я люблю использовать много разных цветов. Таким образом достигается живописность будущего полотна. Я использую краску, предварительно растворив ее в воде. В данном случае это зеленая краска. И я еще буду использовать фиолетовую краску и, наверное, еще какую-нибудь другую. Сочетание фиолетовое и зеленое всегда очень хорошо создает ощущение теней. Тех теней, которые присутствуют там, где у нас растут деревья, кустарники и травы. И это будет, мне кажется, выглядеть неплохо. Хотя слишком яркой такую картину, мне кажется, делать не стоит. Вот лишнюю краску, поэтому я промокаю тряпочкой, чтобы не было слишком каких-то ярких и вычурных пятен. И вообще у меня этот зеленый и фиолетовый цвет будет здесь немножко таким второстепенным, дополнительным. А вся картина, мне хочется, чтобы она все-таки была достаточно однотонной. Но некоторые детальки стоит подкрасить. И вот этим вот бронзовым металликом я выделяю выступающие веточки. Они же темненькие, коричневые веточки. И, конечно же, в какой-то момент хочется уже покрасить раму. Дополнительно наношу тени, чтобы картина была более объемной. Подкрашиваю еще немножечко прожилки у листиков. И теперь у меня есть вот акриловая краска золотистого цвета разных цветов и оттенков. И поэтому сережки я сделаю тоже золотистыми, но буду использовать краску трех разных оттенков. От светлого золотистого до темного золотистого и даже бронзового золотистого. Как я уже говорила, не обязательно так сильно раскрашивать эту картину. Даже если ее вовсе не раскрашивать, она уже будет выглядеть неплохо. Просто мне нравится рисовать и поэтому я прорабатываю разные мелкие детальки. Но обычно такая картина, даже выполненная в одном или двух цветах, тоже выглядит очень неплохо. После того, как я наконец остановлюсь и скажу себе достаточно, горшочек больше не вари, можно вставить сзади подставку от этой рамы. И при помощи такой подставки эту картину можно будет и повесить и поставить, расположить ее так, как вам понравится. А также такую картину можно покрыть лаком для того, чтобы она была более прочной. Этот лак я также купила в Ашане. Его нужно как следует потрясти, там написано две минуты, и все покрыть этим лаком. Картина готова. Если вам понравился мой мастер-класс или он был для вас полезен, то не забывайте ставить лайки. Так это видео сможет увидеть большее количество людей. Если вы хотите знать, что я делаю еще, то заходите на мой сайт. Ссылка на мой сайт есть также под описанием этого видео. И если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь. Ведь на моем канале есть видео не только об изделиях ручной работы, а также есть плейлисты, посвященные, например, натуральным камням и минералам, есть плейлист, посвященный ландшафтному дизайну, есть плейлист, посвященный путешествиям, кулинарии и многому другому. Всем творческих успехов и до новых встреч на моем канале!